Пакетные менеджеры зависят разные в разных дистрибутивах Linux. В Debian это apt-get, в Debian и Ubuntu в CentOS RedHart это YAM. Они нужны для поиска в репозиториях, скачивания и установки пакетов. Репозитория – это некое внешне упорядоченное внешнее хранилище пакетов. Давайте посмотрим YAM. У нас опять же настройки этого пакетного менеджера находятся в директории ATSI. И у нас есть конфигурационный файл и пара директорий. Более интересная, наверное, сейчас директория REPOSD. Здесь расположены файлы с описаниями репозиторий. Видно, что у нас есть стандартные репозитории, которые начинаются с CentOS. Они довольно бедны на различные программные обеспечения, стоят только дистрибутив фактически. Там обновления всяческие и основная система. Дополнительные пакеты программы нужно подключать дополнительные репозитории. Самый популярный, наверное, Apple. Их, конечно, больше. Все они управляются не разработчиками RedHub, а YTSI. Просто какие-то внешние репозитории. Это одно из отличий от Debian и Ubuntu, где огромные собственные репозитории, где есть практически все, что вам нужно. Поиск. У нас будет отдельное, более расширенное занятие по пакетным менеджерам. Сейчас просто обзор. Поэтому буду писать только команды, так сказать. YAM search, что-нибудь. Поиск осуществляется в названиях пакетов и в описаниях пакетов. Вхождение. Если мы хотим обновить все пакеты в системе на более новые версии из подключенных репозиторий в команду YAM Update. Одно из основных отличий от App, потому что там команда Update обновляет информацию в кэше о содержимом репозиторий. YAM обновляет информацию о содержимом репозиторий при выполнении команды. То есть она скачет информацию и работает с ней. На какое-то некоторое время оно кэшируется. Вам не нужно, чтобы получить информацию о новых пакетах, специально обновлять информацию о пакетах в репозиториях и потом работать с этим. А сразу используйте. Это чуть дольше, потому что на медленном соединении эта информация долго скачивает. Перед тем, как установить. Вместо того, чтобы взять и просто установить. Вообще желательно с какой-то периодичностью обновлять систему, потому что постоянно выходит обновление безопасности. Чем более у вас новая система, тем потенциально она более безопасна. Хотя иногда вносят, конечно, какие-то ошибки в новый софт. и на следующий день говорят, извините, эти допырили и теперь вас могут сломать. Прежде всего, если вы хотите получить информацию о свежих пакетах и работать с ними, вам нужно выполнить команду в GetUpdate. Вот еще раз. В YAM Update это обновление системы, в Debian это обновление информации о пакетах. Update мы обновили. обновление системы, Upgrade. Ну, соответственно, он там спросит, тоже что-то сломан. Вот он говорит, что вот такие-то пакеты обновлены, хотите вы их обновить или нет. Вы соглашаетесь, начинаете обновление. Поиск здесь по умолчанию используется две разные команды, apt-get, только установка. Если вам нужно поискать что-то, это команда apt-cache, потому что ищите вы в кэше. Есть еще утилита aptitude, многие, наверное, слышали о ней. Это такая как бы настройка на apt-get, которая совмещает в себе все задачи. То есть вы можете делать aptitude install и точно так же aptitude search. кэш. Вот тут не подсвечено. Мы искали aptitude 2 и нашлось все, да. Точно так же ищется вхождение. Вот здесь, например, здесь aptitude 2. То есть это не строгий поиск. Установка точно так же aptitude install. Если вы уверены, что хотите поставить и не хотите нажимать Y, либо если вы используете установку в скрипте и вам не нужно, чтобы он прерывался, есть минус Y. И мы, да, я соглашаюсь на установку. Что еще делают пакетные менеджеры? Они заботятся о зависимости. У нас есть команды dpkg в Debian и RPM в CentOS, которые просто позволяют локально ставить пакеты, но они автоматом не скачивают зависимости. Зависимость – это некий софт либо библиотеки, которые нужно, чтобы были в системе, чтобы ваша программа, которую вы пытаетесь установить, работала. Вы можете посмотреть эти зависимости с помощью того же dpkg. вручную их установить. Если у тех программ есть свои зависимости, их тоже скачать и вручную установить. Либо можете установить из репозитория, где пакетный менеджер посмотрит на эти зависимости и автоматически предложит их установить одновременно с пакетом.